Слушаю вас. Я опоздала. Куда опоздали? Экзамен опоздала. Экзамен у нас в 9, а сейчас 11. Что вы хотите? Сдавать. Ах, сдавать! Ну что, сейчас мы создадим для вас специальную комиссию. Вызовем профессоров, процентов. Сдавать так с музыкой. Перестаньте реветь. Идите домой, годик поработайте. В будущем году не опаздывайте. Выдайте товарищу документы. Как фамилия ваша? Малютина. Вот выдайте Малютина. Простите, как фамилия? Малютина. Малютина. А где ваш папа работает? В министерстве. Ну так, что же расстраиваться, девушка? Ну, опоздали на час другой, а с кем не случается. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. По-моему, экзамен начали раньше немного. Да, безобразие. Выясните, кто может сейчас принять экзамен у товарища Малютиной. Хорошо. Спасибо большое. Можно я позвоню папе, а то он очень волнует. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте я вам наберу номер. Телефон 133. Телефон вашего отца. Я знаю очень хорошо. Простите, как вы сказали, 133? А, домашний. Нет, это не домашний. Это служебный. У нас дома нет телефона. Простите, как дома нет телефона? А кто ваш папа? В каком министерстве он работает? В министерстве местной промышленности. Бухгалтером. Знаете, что, барышня? Опоздание? Нет, ну можно опоздать, конечно, но не на три же часа. Знаете, судорно, что значит опоздать? Комиссия в сборе, можно сдавать. Что сдавать? Кому сдавать? Я дал указание возвратить абитуриентке документы. Где они? Немедленно принесите. А вы, барышня, знаете, нехорошо. Нехорошо прикрываться фамилией такого уважаемого человека. Вы что думаете? Здесь готовы любой ваш каприз выполнить только потому, что вы однофамилица нашего заместителя министра? Я не однофамилица. Он мой дядя. Кто дядя? Какой дядя? Родной. Ну, родная вы моя. Вот, документы. Какие документы? Я просил созвать комиссию. Ну, хапа, забрали. Идет. Ну, что там? Приказано немедленно принять. А в следующий раз не начинайте экзамен, пока не соберутся все родные и близкие. И знакомые. И знакомые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова